Девчонки, всем привет! Сегодня у нас в гостях вот такие два прекрасных гель-лака Лавли С04 и С03 из коллекции Shine. Я бы сказала, что они больше похожи на гель-краски, но это все-таки гель-лаки. У них прекрасная укрывистость и они просто невероятно блестят. Расскажу их, как я наношу. Я наношу их кисточкой для градиента обязательно, потому что у нее очень тоненький кончик. А так как мы знаем, что это все-таки на меленькие кусочки рваной фольги, то под кутикулу очень удобно прокрашивать как раз вот этим ворсом, который не полный. Посмотрите, гель-лак прекрасно ложится в один слой. Вообще, когда я оформляла заказ на сайте, я взяла блестки только ради того, что у меня есть некоторые клиенты, которые очень любят блестки. Поэтому я всегда, если заказываю где-то товар, то беру один-два блестящих лака, просто для того, чтобы побаловать своих клиентов. Я взяла цвет нежно-розовый и золотой. Объясню, больше всего мне понравился золотой, потому что я давно искала такое золото. Я приобретала гель-лак от торговой компании Nail Passion золотого цвета, но он был такой желтый. И каково же было мое удивление, когда он простоял на полке, и вот уже за год я покрасила им всего лишь один раз. И то не скажу, что нам с клиенткой понравился результат. А это золото, оно очень интересное и очень благородное. Это самый быстрый градиент, наверное, в моей жизни, который я выполняла. Снизу я нанесла розовый гель-лак шайн, а сверху золотой. Нанесла их в стык и просто кисточкой начинаю перемешивать эти блесточки, как выполняем обычный градиент. Если у вас не получается обычный градиент, то этот у вас получится 100%. Потому что эта фольга, эта слюда перемешивается просто прекрасно между собой. Добавляю второй слой, уже он просто минимальный, тонюсенький, там всего пару блесточек. Переворачиваю и теперь, наоборот, розовые блестки я стягиваю на золотые. Это самый быстрый дизайн, наверное, в моей жизни. Он выполняется буквально за 1-2 минуты. Покрываем топом без липкого слоя. Итак, и еще я взяла вот таких два цвета. Это 0,58 и 0,83. На розовый я наношу розовые блесточки. И сейчас мы будем с вами выполнять растяжку от кутикулы до конца ногтя. Получается очень интересный эффект, так как эти гель-лаки, это серебряная слюда, смешанная с витражным гель-лаком розовым. Итак, когда мы начинаем выполнять растяжку, мы сначала дотягиваем материал до того места, где мы хотим, чтобы была наибольшая интенсивность. И потом просто вытягиваем аккуратненько микроскопические кусочки рваной фольги. Все по вашему желанию, все на ваш вкус. Вы растушевываете так, как вам будет удобно. И посмотрите, розовый приобретает немножко другой оттенок. И в конце, если я выполняю это на клиенте, я подкрашиваю тоненькой кисточкой у кутикулы. И возьмем фиолетовый цвет. На него мы наносим золотые блесточки. Не знаю, почему на видео они серебристые, но так у них очень благородное золото, без желтизны. Еще раз повторюсь, я была просто в восторге. Это самое прекрасное золото, которое я когда-либо находила. Итак, также растушевываем, добиваемся нужной нам интенсивности. Я сначала растушевываю до конца ноготка, как обычно делаю градиент. А потом еще прохожусь кисточкой сверху и вниз. Блестки у меня по всему ноготку находятся. Я думаю, все уже устали от блесток на пол ногтя. Итак, вот такие быстрые дизайны у нас сегодня получились. Три градиентика и два цвета. Я просто хотела, чтобы вы увидели плотность данного материала. Хочу сказать о ценообразовании немножко. Девочки, они стоят 490 рублей. И их вам хватит точно надолго. Просто у меня есть фольга такая же в баночке от Рунел. И ее мне хватило очень ненадолго, потому что у нее маленькая пигментация. В общем, надеюсь, что вам помогут мои разные полезные советики. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, задавайте свои вопросы. Пишите в комментариях, какой вам цвет понравился больше. Мне будет очень интересно. Всем пока!